я сам оказался в такой ситуации когда в 2008 году пришел на конференцию посвященную столетию падения тунгусского метеорита отметьте даже правильно говорить тунгусское космическое тело потому что никто не знает что там упал на земле никаких следов не нашли а то что не упал на землю метеорита не называть ну ладно извините за вступление там был доклад посвященный так называемой эксплозивной космологии что это такое автор доклада рассказывал что спутники юпитера покрыты льдом возможно через какое-то время могут взорваться почему потому что они находятся в мощном магнитном поле юпитера во льду наводятся мощные электрические токи за счет движения магнитным поле происходит электролиз то есть там накапливается водород кислород и через какое-то время все это может рвануть что из этого следует из этого следует что в космос окажется выброшено огромное количество льда этот лед своего рода такие кометные ядра их окажется сразу много и они начнут падать разумеется на землю и нас ждет таким образом через какое-то время довольно суровые времена когда все это начнет падать на землю он посмотрел посчитал и выяснил что в ближайшее время должен взорваться один из таких спутников юпитера который называется калиста другие он считал уже там взорвались все а вот нормальные готовы созрел практически уже калиста я эту новость радостно написал до ученые приказка не скоро конец света из-за взрыва спутников юпитера а потом обнаружил что этот ученый тоже самый пример написал в 1988 году то есть ровно за 20 лет до этой истории правильно посчитал да за 20 вот то есть если вы слышите на конференции доклад нужно делать скидку на то что это действительно может оказаться баян может быть не 20 20 лет недавности да ну там двух трехлетний очень очень даже запросто потому что нет такой нормы которая запрещала бы вам докладывать нечто о чем вы докладывали докладывали же в прошлый раз ну может быть вы что-то там поменяете что-то отрегулируете это раз да ну и второе да на любой конференции может оказаться человек которого там внутри этого сообщества все знают который вот несет некую завидуемую чушь уже много лет его просто бояться трогать пусть говорит ладно бог с ним ничего страшного вот а для вас это может оказаться своего рода ловушкой то же самое относится и к материалам конференции которые вы смотрите потому что для многих это для многих это просто способ получить строчку в списке литературы и там может оказаться самое просто просто отписки самая разная чушь чем это может быть полезно то же время да на многих конференциях вот эти материалы конференции доклады выкладываются в открытый доступ в интернете еще до того как сама конференция прошла если допустим да в москве проходит какая-то конференция который вам интересно по любой дисциплине на физиологии растений до исследования поведения конструкции мкс в условиях жесткого излучения что-нибудь еще а вы туда поехать не можете вот я например не смог поехать на конференцию по астрономии в казани в 2011 году по моему однако я позвонил организатором или написал я же сейчас не помню и сказал ребят вы же собираете материал конференции вы же собираете вот эти вот аннотации докладов не сказали да да мне их просто прислали по электронной почте я их взял и из них сделал несколько отличных новостей то есть нужно иметь ввиду да что на таких конференциях это один из способов что-то написать про российскую науку прицельно потому что публикации в российских журналах очень труднодоступны и их очень сложно искать а по конференциям особенно по конференциям по интересным темам можно таким образом найти что-то нетривиальное что-то что не появится в 10 тысяч других сми но я чуть попозже объясню почему все большая часть сми наверное пишет хором про науку почему одни и те же новости появляются одновременно там скажем там я не знаю в daily mail fox news в cnn в bbc в риа новости в интерфаксе и так далее так теперь несколько слов про ученых кто такие ученые кстати кто такие ученые есть есть гипотеза так люди занимающиеся наукой хорошо это нас это нас выводят к второму вопросу что такое наука хорошо люди занимающиеся чем-то что являет как как мы определим науку потому что что-то назовите к некоторых хотя бы только погромче не слышу что-то загадка вот собрались научные журналисты и думаешь о чем же они собираются это писать вот есть какая-то наука что это какие критерии доказательность точность еще верифицируемость так ребят а скажите пожалуйста фальсифицируемость слова никто не слышал а да совершенно верно отлично среди вас есть грамотные люди есть такой философ карл поппер ну смысле был видимо уже который высказал довольно парадоксальную мысль о том что наука говорит о вещах не о тех вещах которые можно доказать не о тех вещах которые можно проверить экспериментально о тех вещах которые можно опровергнуть он это называл как раз принципом фальсификации в принципом фальсифицируемость о чем идет речь представьте себе что вы выдвигаете новую теорию теорию строения солнца предположим вы говорите что солнце состоит из скажем из сыра да предположим отлично чем это почему эта теория может быть научной потому что можно ее можно не только доказать но ее можно опровергнуть вы посмотрите нас на солнце в спектрометр вы измерите массу поток энергии посмотрите из чего состоят еще состоит солнечный ветер и поймете что тут что-то не сходится как-то это не очень похоже на сыр сыр не является источником альфа-частиц например да и так далее та же самая история ну а более реальный пример все знают да теория относительности Эйнштейна когда была выгодна в начале двадцатого века ее удалось доказать путем наблюдений за смещением перигея орбиты ой это не перигея афелия орбиты меркурия других способов объяснить этот эффект не было то есть если бы этот эффект не наблюдался теория относительности было бы опровергнута вот мы у нас теория должна предсказывать некие эффекты которые мы еще не знаем если мы их наблюдаем теория подтверждается если нет она опровергнута то есть научными могут называться только такие вещи которые мы те теоретически можем опровергнуть вот в чем разница да мы можем говорить о том что существует я не знаю барабашки да это не научная теория почему потому что мы не сможем доказать никому что мы не сможем найти такой критерий при котором эта теория считалась бы опровергнутой то есть человек который верит в существование барабашек нельзя доказать что их нет не потому что действительно нет а потому что нет способа вот нет такого эффекта мы бы пришли сказали бы себе да что барабашек не бывает если что-то да в этом случае да ну их их кто-то их не видел ну и что они барабашки являются тому кому хотят тогда когда хотят и производит при этом любые как ты эффекты которые нужны чёная это те люди которые занимаются познанием мира ну и человека да предположим есть несколько формальных критериев по которым теоретически можно познавать нормальных ученых есть кто-нибудь какие-нибудь критерии вот формальная когда вы можете взять там не на так степень еще индекс хирша отлично вы знаете да как считается индекс хирша я боюсь что вы знаете я боюсь что у льва толстого будет очень большой индекс хирша это просто на самом деле да ученый это человек который занимается исследованием мира профессионально он работает в определенной организации у него есть или он или будет до научная степень может не быть на самом деле да научное звание кто знает что такое степень что такое научная степень что такое чем научное звание степень доктор кандидат и так далее просто многие путают что для нас существенно для нас существенно чтобы тот человек который нам что-то говорит называть при этом ученым рассказывал нам о том в чем специализируется то есть если гидро гидролог нам рассказывать про реки это нормально когда океанолог океанолог нам рассказывает например про климат который очень тесно связан с океаном это тоже нормально а когда математик нам рассказывает про то что вся предыдущая историческая наука ошибалась это вот уже тяжелый случай до индекс хирша знаменитый да чем еще какие еще у нас есть критерии для отличие отличения настоящих ученых от ненастоящих вот это один из критерий да это такой был хорши хорхи хирш который придумал простую вещь цитирование статей то есть число статей определенного который цитировал столько же раз ну слово говоря мой индекс хирша будет 5 если у меня есть 5 статей каждый из которых процитировано не менее пяти раз такая достаточно простая речь а чё почему это почему интересно у меня может быть одна статья которая процитирована сто раз и сто статей которые процитированы один раз как у меня будет индекс хирша то есть мне повезло да я попал ну это как разница между медианой и средним до зарплата реактора может быть 100 миллионов рублей да зарплата уборщицы может быть один рубль средняя зарплата будет очень высокая а медиана показывает сколько получает примерно половина понятно да соответственно по индекс хирша есть специальный сайт сейчас я попробую открыть из меня получится не работает да этот самый как его мазила то что ж такого а как переключить то здесь не пойму запишите себе название это сайт который называется корпус экспертов здесь можно посмотреть ведущих ученых российских самых разных областях то есть грубо говоря да если вам нужен комментарий например там по астрономии о каким-то еще дисциплинам да в основном научным так сейчас я найду так нет это не тоже так-так-так-так-так-так-так вот это таблица с учеными которых можно кстати отсортировать вот по индексу хирша вот например да а лидер среди российских физиков михаил лукин правда здесь данные немножко устарели сейчас хирш по моему порядка ста ну вот можно посмотреть где они работают самолетик означает что в последние несколько лет человек уже не указывает российской филиации то есть он окончательно распрощался с россией и работает где-то там да вот то есть первой строчке занимают люди которые с нами давно распрощались кроме вот этого товарища по фамилии валиев то есть можно по этому сайту ориентироваться да кто есть кто в российской науки можно понимать да кто действительно научный лидер кто действительно имеет высокую цитируемость а теперь немножко по девиациях об отклонениях от той ситуации когда мы можем доверять еще еще раз на критерии ученый работает в определенной области в определенной научной организации который занимается именно этой темой о которой он высказывается дальше у него есть научные статьи по этой теме и он не бывают ситуации когда вполне нормальные ученые когда вполне нормальные исследователи оказывают делают скажем так ложное поведение ложное открытие это может быть либо ошибка просто ошибка либо это может быть сознательное мошенничество с целью добавить себе авторитет первый пример розмари это такая экстремофилы бактерии которые обитали в экстремально соленых озерах в калифорнии она опубликовала статью журнале science в котором доказывала что эти бактерии научились заменять фосфор вдалеком на мышьяк это была большая сенсация потому что это означало что среди нас практически появились инопланетяне да то есть меняется состав днк меняется вещества которые в него входят просто там в озере да действительно было очень высокое содержание мышьяка они к нему адаптировались во-первых во вторых по ее словам и ее заявлениям оказалось что начало меняться уже сама структура днк когда об этом открытие говорили да сначала перед тем как об этом объявить вышел анонс нас о пресс-конференции по этому поводу и там говорилось что сделано новое гигантское крупное открытие в космобиологии в астробиологии почему да потому что посчитали что это расширяет возможности конструирования живых организмов что они могут существовать каких-то других абсолютно условиях отличных от земных и сразу как только это на нос и вышел сразу начали спекуляции о том что масса на вот вышла такая история эта статья практически сразу подвезла довольно жесткой критики ее начали упрекать в том что эксперимент проведен неверно потом попробовали провести еще раз и выяснилось что присутствие мышьяка в днк оказалось результатом ошибки методической то есть просто немного неверно проводили эксперимент результаты получили такой результат ну был большой на самом деле скандал в итоге статья в science была отозвана вот это тоже надо себе где-то отметить что статьи которые присылаются на научный журнал уже опубликованы могут быть как бы так сказать аннулированы по-английски это называется rejection то есть статья объявляется как бы не бывший на ней обычно там сверху пишут там специально статью выбирают сайт она там остается но сверху пишут да что эта статья была отозвана по таким-то каким-то причинам а второй случай а случай с физическим вопросом сражениями которым много лет работал в германском центре исследования тяжелых вонов занимался синтезом сверхтяжелых элементов что такое сверхтяжелые элементы знаете после элементы которые идут после сотого номера в таблице Менделеева нельзя получить даже в ядерном реакторе их получают путем бомбардировки в мишени тяжелыми возможно ионами на ускорителях вот он работал в таком центре и они получали следующие элементы таблицы Менделеева то есть там сзади стоит детектор и дальше там получают элементы там с номерами 112 113 114 115 116 и последний на данный момент синтезированный минус 18 он работал над получением 112 114 потом переехал в Калифорнию в Беркли и там тоже он работал в эксперименте и в какой-то момент ему удалось синтезировать по исследованиям 116 и 118 элементы в реакции цинка и свинца вот они стоят радостные и держат цепочный распад которые они якобы зафиксировали отлично все молодцы лаборатория Беркли выпускает проворный пресс-релиз что наши ученые синтезировали новый элемент таблицы Менделеева большое событие потом дальше ученые по всему миру начинают пытаться воспроизвести этот эксперимент воспроизвести эту цепочку синтеза и у них ничего не получается люди начинают интересоваться в чем же дело и выясняется что Виктор Нинов был единственным человеком который переводил данные компьютерные в удобно читаемый человеку Виктор да то есть понятно ну грубо говоря шифровал да там столбцы цифры и обнаружилось что он внес исправление в эти соревнования таким образом что получалось это тоже был большой скандал тоже были отознанной статьи а этот самый Виктор Нинов был в итоге уволен с скандалом у вас вопросы какие-то? нет нет есть вещи более практичные когда очень сложно разобраться где у нас правда а где нет если вы помните в 2012 году было бурили скважину озер Восток кто знает что это лично в Антарктиде на большой глубине на 4-х километровой глубине в районе станции Восток есть подлёдное озеро очень большое я сейчас не помню какой у него точный размер с 70-х годов идет проект советский еще по двери скважины к этому озеру почему это интересно потому что вода которая в нем находится была изолирована от всего остального мира порядка миллиона лет ну представляете да вот миллион лет прошел а там такая капсула времени изолированной полностью наконец туда добурились и начали изучать воду которая оттуда была получена потому что вода в этом озере очень сильно отличается от воды во всех остальных местах потому что там очень высокое содержание кислорода настолько высокое что никакие живые организмы известные нам его выдержать не могут и группа из петербургского физики которая занималась как раз этой темой заявила что в этих образцах были найдены ДНК бактерии о которых которых не нашлось ни в каких базах данных ну как происходит вообще идентификация да мы берем из воды вычленяем фрагменты ДНК потом смотрим по базам данных генов с какими фрагментами это все стыкуется и они заявили что найден как минимум один вид бактерий который не имеет никаких аналогов среди известных на самом деле это не особо удивительно потому что неизвестных бактерий огромное количество мы знаем хорошо если там десятую часть всех бактерий которые есть на земле я на самом деле не скажу как сейчас но это история это заявление тоже подряд критике но то есть заявление было сделано с одной стороны с другой стороны никто не сказал что это правда это еще в таком статусе не окончательно подтвержденной версии то есть возможно дальнейшем следует что тут дано неизвестно более тяжелые случаи когда ученые работающие в своей возрасте работающие в той теме которой они занимались много лет вдруг начинают вдруг становятся одержимыми некой сверхоценной идеи ну я вам рассказывал только что да про эксплозивную космологию более свежий пример история с жизнью на Венере такая же примерная история это ленин космомолитий научный институт космических исследований иран который много лет занимался изучением Венеры и вообще планет солнечной системы он публиковал научно-популярные книги которые выходили там большим тиражом про геологию солнечной системы где-то лет пять тому назад он начал изучать снимки полученные на Венере советскими аппаратами Венера 15 Венера 16 точнее более ранние которые совершали посадку на Венера в процессе изучения он обнаружил что на некоторых снимках сделаны по очереди одни объекты присутствуют на одних снимках объекты присутствуют на других нет то есть что-то там было потом ущерб какой он вывод из этого сделал что там есть нечто что перемещается что может сел посадочный и распугал всю живность вокруг себя но тут надо вспомнить что на Венере на поверхности температура около 400 градусов там полностью отсутствует вода высокое давление ну и вообще облака и серной кислоты тоже никто не отменял тем не менее активно эту идею продвигал более того его статья об этих существах была опубликована во вполне себе нормальном журнале под названием «Оптомонические вещи» правда там редакция сделала такую ремарку что она публикуется в порядке дискуссии то есть мы как бы вот в порядке дискуссии дали слово безумной совершенной теории да ну дальше соответственно научное сообщество пусть реагирует разумеется да вот такого существа вот видно что-нибудь вообще что это нет нет вот вот такого рода существа он видел на этих снимках все сразу же сказали что это судя по всему артефакт обработки образового изображения что ничего тут нельзя но тем не менее до сих пор он продолжает в общем вступать с с докладами на тему генерианской жизни находятся новые и новые элементы фрагменты новые новых существ на этих снимках но при этом что самое интересное да никто не называет не говоришь он вполне себе публикует еще и нормальные научные статьи жизнь идет ну вот есть у человека такая идея похожая история с уже покойным израильским физикомом Ноном Мариновым это это не к Санфомолите если что это вот как раз он который много лет занимался поиском сверхтяжелых элементов в природных образцах вот точно так же он публиковал свои статьи в архиве рассказывал о том что ему удалось обнаружить 122 элемент но в итоге на общем сообщество молчит никто не хочет во-первых проверять эти утверждения и вообще как-то серьезно комментировать не знаю может быть зря знаете кто это если читали какие-нибудь последние книги там Аси Казанцевой да там Саши Панчина может быть слышали да это знаменитый жир Эрик Сиролини который рассказал о том рассказал миру о том как вредна гомоусоя по-моему гермозефицированная что важно знать а это такой российский аналог это Нина Ермакова тоже знаменитая знаменитый борец с геномодифицированными организмами которая гордится например тем что у нее вышла статья в журнале Nature в журнале Nature была опубликована статья с разносом ее исследований тем не менее что тут надо иметь в виду дело в том что как правило те ученые которые занимаются там такого рода исследованиями особенно опровержением мейнстрима да который говорит о том что геномодифицированные организмы в общем более-менее безвредны не вреднее обычных они часто связаны например с корпорациями которые занимаются там скажем органическими либо с политическими движениями например экологическая организация почему-то считает необходимо бороться с геномодифицированными организмами не знаю то есть нужно иметь в виду что когда ученые высказываются пишут статьи публикуются на темы связанные с чьими-то бизнес интересами ну самый простой пример да вы читаете статью в которой доказывается и все любят читать про то как это полезно чтобы не чувствовать угрызения совести когда ты его ешь нужно бы проверить при этом не работает ли этот учет в лаборатории которые финансируют например корпорация масс нормальной практике такого рода вещи раскрываются вот есть научная статья в начале идет абстракт потом текст а в конце написано конфликт интерес и обычно там написано конфликт интерес вот в этом случае да когда например вы пишете про геномодифицированные организмы и при этом являетесь членом Гринписа вы должны написать что там автор такой-то является активистом такой-то организации которая выступает за то чтобы было всем понятно чтобы никого вопросов не возникало ну в данном случае вот это пример не очень хорошей практики когда этот конфликт естественно раскрывается более тяжелый случай когда ученые начинают рассказывать о каких-то вещах которые не относятся в зоне компетенции когда выходят за границу того с чем они разбираются вот этот астроном который создавал Кобилов Дусаматов сотрудник Пулковской обсерватории много лет занимается солнцем и много лет из года в год он рассказывает журналистам о том что нас всех ждет глобальное похолодание очень скоро буквально на следующую пятницу почему потому что он фиксирует очень точно активность солнца размеры с высокой точностью измеряет и по его словам снижение мощности солнечного излучения скоро приведет к началу летникового периода и вот здесь проблема потому что он учитывает только одну сторону этого процесса он не специалист по климату не специалисты вообще по климатической машине земли тем не менее он считает необходимым почему-то очень громко эту точку зрения подвигать я когда наше работе мне как редактор да прислали новости с интервью с этим товарищем я посмотрел просто по нашему сайту и обнаружил там пять интервью в предыдущие годы с этим же товарищем то есть он из года в год рассказывал журналистам примерно одно и то еще история кто помнит в 2011 году было катастрофическое изнутрясение в Японии корреспондент Рианов в свободе востоке нашел чейсмолога по имени Валерий Абрамов который заявил что он предсказал это изнутрясение за 15 лет опубликовал он это в журнале который называется труды профессорского клуба ЮНЕСКО а эти труды профессорского клуба ЮНЕСКО выходят в Владивостоке и только там существует этот профессорский клуб ЮНЕСКО это не рецензируемый журнал ну просто такой ну грубо говоря самоиздат этого самого профессорского клуба не удалось не удалось достаточно серьезными усилиями вытащить из корреспондента из этого Валерия Абрамова что там собственно говоря было написано в этой статье а написано было там следующее что через 15 лет в Японии возможно крупное землетрясение в районе той причины ну понятно да что степень истинности утверждения что в Японии возможно крупное землетрясение ну я не знаю да в Москве возможен дождь где нибудь в мае в мае в Москве будет дождь вверх причем ну и наконец самый простой случай когда речь идет о всех ученых о людях которые используют эту ими не являются какие здесь могут быть маркеры есть например такая российская академия естественных наук кто знает что это отлично есть единственная государственная российская академия наук международная академия информатизации new york whack рыно и многие другие, да, являются общественными организациями, у которых нет никакого официального статуса. То есть я могу основать свою собственную Академию наук, да, какая-то аудитория. Отлично. Мы с вами, давайте, основуем Международную Академию 38-м аудиторию. Всех вас запишем члены, да, и дальше можно будет всем писать на визитках, да, член Международной Академии 38-м аудитории. Примерно так же происходит и в случае с этими самыми Академиями. Тем не менее, да, люди, я прошу прощения за огражение, да, покупаются. И, например, вот у нас есть, знаете, кто это, да? Это знаменитый изобретатель Виктор Петрик, который чуть-чуть не получил несколько миллиардов рублей на реализацию программы «Чистая вода» России. Он заявил о том, ну, понятное дело, да, что он там академик многих академий, больших и малых академических театров. И с помощью тогда лидера партии «Единая Россия» и спикера Госдумы Бориса Грызлова продвигал проект по созданию, продаже, распространению везде в учреждениях фильтров его собственные изобретения, которые бы обеспечивали всех чистой водой. При этом, да, при этом он везде проверил там разные уровни исследований. Но сейчас вот последнее, что я про него слышал, да, он громко заявлял о том, что он является первооткрывателем графеном, и что Нобелевскую премию надо отобрать у Гейма Новоселова и отдать таки ему, потому что он в первом графене открыл. Сверху, да, интересная история про то, как внезапно товарищ по имени Джабраил Базиев устроил пресс-конференцию в интерфаксе, где опровергал планетарные модели. То есть просто рассказал, что все неправильно, все ошибаются. Там это было сделано под флагом того, что... Но он рассказывал, что просто большой адронный коллайдер построили зря, потому что атом устроен совершенно иначе, и ничего с помощью большого адронного коллайдера открыть не удастся. Вот это было довольно смешно. Так. Еще раз, да. То есть любой слабочный человек, что ли, так ли, используется в пресс-конференции? Ну, если он деньги заплатит. А сколько вы сейчас делаете? Позвоните мне в интерфакс, я не знаю, сейчас. Сейчас, честно. Итак, вопросы есть какие-то еще? Несколько слов о том, про нормальных ученых. Ненормальные ученые очень часто отличаются тем, что они очень любят общаться с прессой. Устраивать пресс-конференции, звонить вам, а расскажите о моем фаркете и так далее. Вы очень быстро поймете, что с ними связываться не надо. Нормальные ученые, как правило, боятся общаться с прессой. Почему? Есть одна вещь, которая у российских ученых наличествует. Есть одно сокровище, я бы так сказал, которым они дорожают. Это репутация. Научное сообщество довольно узкое. Все друг друга знают. И статус ученого среди своих коллег для него, значит, как правило, очень много. Все ученые очень боятся, выглядят смешными. Все ученые боятся журналистов, потому что они могут приписать им какие-нибудь глупые высказы. Когда вы в первый раз столкнетесь с такой ситуацией, да, может так, ну, я не знаю, да, были многочисленные истории с телевизионщиками в основном, да, канал РЕН-ТВ, по-моему, знаете, да? Это сейчас, да, упоминание канала РЕН-ТВ, да, вызывает смех. А когда-то, когда деревья были большими, а ученые были наивными, они давали комментарии к каналу РЕН-ТВ. Ну, и выглядело это так. Например, была история, есть такой археолог Марина Медникова из Института археологии РЕН-ТВ. И к ней приехали из РЕН-ТВ, из канала Культура. И попросили дать интервью по разным аспектам антропологии. Ну, в частности, их интересовало, да, а будут ли люди, живущие в горах, выше, чем те, которые живут на РЕН-ТВ. Ну, она подумала, да, сказала, ну, вообще, в среднем, да, в среднем, в целом, да, это вполне может быть и так далее. Потом, когда она посмотрела передачу, она пришла в ужас, потому что вся передача была посвящена истории о том, как раньше на земле жили 6-7-метровые люди. И там, в середине, была вставлена фраза ее, как называется, да, то, что, да, такое может быть, возможно быть, люди, которые живут в горах, могут быть выше, чем обычно. Она-то мела, ну, сантиметров, там, 5-10, да. Вот, а не 3-4 метра. И потом приходилось, она писала открытые письма, устраивала, так, довольно большой сказал. И вот по такой схеме, да, часто происходит. Почему, почему ученые в ответ не говорят, да, что любой упоминание в прессе хорошо, как некролог, да, потому что им главное, чтобы их коллеги считали их по-прежнему со своим. Вот, а кто еще, да, с кем еще жить, с кем еще работать? Представьте себе, да, что вы приходите в институт, с вами никто не разговаривает, потому что думают, что вы дурак. Кошмар. Вот поэтому, да, нужно, когда вы будете общаться с учеными, если будете, с ними нужно обращаться максимально осторожно. То есть, во-первых, да, попытаться так или иначе убедить их в том, что вы нормальный, поменяемый человек, и какую-то лажу со ссылкой на них давай не будете. Во-вторых, желательно бы выполнять их условия. То есть, например, человек вам рассказывает о том, на чем он сейчас работает. Он может попросить вас не писать об этом до того момента, как у него будет статья. Эту просьбу желательно получать. Потому что, если что-то выйдет в прессу раньше, чем статья об этом опубликована, может быть самая радость и очень неприятная последствия. Объясню, скажите, когда вы отдаете сочину на публикацию журнал «Непчур», когда у вас не принято, вы подписывайтесь на обязательство, никому не рассматривайте осуществить этот свет или до момента высказки. То есть, это буквально, это называется слово «хайп». Почему это важно? Потому что журнал «Непчур» хочет быть первоисточником информации. Он не хочет сообщать о том, что он уже где-то запубликован, где-то уже вышло, он таким образом поддерживает свой статус. Соответственно, в тот момент, когда эта информация утекает, публикация может быть уйти. Вы не представляете, каких усилий ученым стоит, например, получить публикацию в пластижном журнале, какой главном оборе, скольких усилий это вообще требует. Поэтому, если это сорвется, это будет очень тяжело в данном человеке. А вот, например. Теперь несколько слов о том, с чем на самом деле придется работать. Вы понимаете, да, что все научные журналы посмотреть не удастся. Потому что их очень много. Потому что, ну, это просто не имеет смысла. Далеко не всякая научная статья интересна как новость. Поэтому можно следить за научными новостями, опираясь на информацию от научных организаций. От крупных научных организаций, которые заинтересованы в том, чтобы их исследования, которые там делаются, становились в состоянии публики, в состоянии прессы. Что тут можно, да? То, что... Это правый элемент, это левый элемент, да? Сайт НАСА. Кто-нибудь заходил когда-нибудь? Я же представила НАСА. Вообще отлично, да, я согласен. На самом деле сайт НАСА хорош тем, что там есть фактически все. Практически любая информация, которая есть. И вот там можно найти то, все, что касается космоса. Например, на сайте НАСА есть гигантский каталог космических аппаратов, в том числе Советских, например. Там фотографии с НКС, которые на сайте Роскосмоса в нем не найдешь, вообще говоря. В последнее время там стало получше. Там тоже можно взять. И самое главное, да, любая информация, которая касается космических исследований, там тоже есть. Не обязательно запуски космических аппаратов. Это могут быть даже статьи научные, которые выходят. По итогам работы аппаратов НАСА. Вы вполне можете получить. То же самое касается Европейского космического агентства. Вчера вам показывали, видели, да, кино, сделали по синхрону Европейской Южной обсерватории, да? Европейская Южная обсерватория уникальна тем, что она, наверное, единственная из всех, кто на этой картинке, выпускает информацию на русском языке. Это было сделано, когда Европейская Южная обсерватория рассчитывала, что Россия войдет в число ве членов. Ее директор приезжал в Москву, разговаривал с академиками, говорил, давайте вы нам заплатите вступительный вопрос, мы на эти дирекции посмотрим на свой новый телескоп, а вы тогда получите доступ к работе с этим телескопом. И тогда они запустили русский вариант своего сайта. Можете туда зайти, сайт gesso.org, и посмотреть, какая там красота. И все это делается, на самом деле, усилиями одного единственного человека. А все равно, что-то из Луковской обсерватории, которые все переводят на русский язык. Так, ладно, я отвлекся. Итак, организации научные выпускают сообщения, пресс-регисты. Чаще всего, да, если нас интересует информация о новых научных результатах, они вам дадут. Причем во многих случаях, да, вот есть... Анастасия Анастасия Анастасова, что тоже рекомендую зайти на сайт aas.org, распространять не только свою собственную информацию, но все попадающие в поле зрения и их пресс-релизы, имеющие отношение к астрономии и исследованию Солнечных систем. То есть, когда вы подписываетесь, да, на получение информации, из-за этого совершенно не отрываетесь, получаете охват, не знаю, мировые, наверное. Там даже они распространены, даже пресс-релизы Московского государственного университета, когда они бывают, когда они касаются космоса. Имеется смысл следить за американскими национальными лабораториями, так называемыми. Ну, к шестоподу Соломосу, наверное, вы знаете, да? Место, где была создана американская ядерная бомба. После войны была создана целая сеть американских национальных лабораторий, которые находятся под крылом так называемого Министерства энергетики, на самом деле, что-то типа американского Русатова. И они занимаются самыми разными вещами, которые в новых лет изучают экзотические состояния вещества. Кварболеонную плазму, так называемую, на ускорителях. В Ленингробской лаборатории делают сверхтяжелые ионы вместе с нашими в Дубне. Ну и так далее, да? Эту систему национальных лабораторий можно специально изучать, подписаться на их информацию, да? И у вас появится такой постоянный поток пресс-релизов, да, новостей, из которых можно делать новости. Это только часть, возможно, источников информации. Какую-то часть могут давать итоги мониторинга некоторых научных журналов. Есть научные журналы, которые имеют смысл отслеживать самостоятельно и постоянно. Это Nature, это Science, это Proceedings of National Academy of Science. Они почему-то постоянно увлекут новости из России тоже. То есть не новости, а новости из России. За ними тоже имеет смысл следить. Так, сколько у меня времени вообще? А, нормально еще, да? У меня просто хватит чем-то время. Тоже следовательно. Так. Следующая история. В некоторых случаях можно получить информацию вообще никак, не обращаясь ни к ученым, ни к научным журналам. Некоторые новости можно написать, просто заглянув на специализированный сайт. Ну, кто мне скажет, что это может быть? Активная сия. Правильно. Правильно. Это довольно сильная магнитная буря. Ну, не столько сильный, сколько продолжительный. Ну, не знаю, да, если вы следите за новостями, да, регулярно, в новостях внезапно всплывают страшные информации, да. На Солнце мощная магнитная буря. Сейчас у всех заболит голова. Спрячьтесь там и так далее, и так далее. Что в такой ситуации делать? Нужно заходить на специализированный сайт. В данном случае это скриншот сайта, который сделан на сайте ФИАНа. ФИАН, физический институт имени Лебедева, в свое время запустил аппарат Короносхотон. Солнечная обсерватория, которая с орбиты наблюдала за Солнцем. К сожалению, он очень быстро погиб, этот аппарат. У него вышли из строя аккумуляторы, да, он прожил там буквально полгода. А сайт остался. Сайт называется... Давайте зайду туда, наверное, чтобы не быть голословным, просто его покажу. Здесь у нас есть интернет. Вот, смотрите. Это сайт этого космического телескопа, который стоял вот на этом спутнике. Здесь у нас дневник Солнца. Вот космическая погода. Здесь фотографии Солнца. А вот это магнитные бури. Вот она недавно была такая относительно слабое магнитное возмущение. Почему это может быть важно, да? Я просто не могу предсказать, в каких изданиях вы будете работать, если будете. Но в той ситуации, когда где-то внезапно появляется страшный шум, да, о том, что там страшная магнитная буря, прежде чем бежать это все, перепечатывать, переписывать с других источников, можно зайти сюда и написать новость самостоятельно. Ну, второй источник, да, наверное. Сейчас я покажу. Это американский центр прогнозов космической погоды. Сейчас он, надеюсь, загрузится. Вот эта картинка, это зона, где видны полярные сияния. Здесь можно посмотреть, как... Курсор вообще видно, куда я показываю, да? Здесь можно посмотреть корональные выбросы, так называемые. Выбросы облаков плазмы из Солнца, которые, собственно, являются причиной магнитных бури. Это коронограф Соха, так называемый. Сейчас я посмотрю, может быть, там будет какой-нибудь выброс характерный. Вот он пошел, видите? Вот он. Вот за этим диском коронографа, да, закрыт, собственно, диск Солнца, а это выбросы плазмы из него. Это рентгеновский монитор, который показывает вспышки. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Так, ну, вспышек у нас не было, судя по всему. Так, а вот здесь вот ситуация в околодземном пространстве. То есть вот это, например, это поток рентгеновских лучей. И здесь видите буквы А, Б, С, М, Х. Вот мощные рентгеновские вспышки, когда они достигают Ха и выше. Это поток протонов в окрестностях Земли. Это, собственно, это индекс магнитных бур, так называемый КП, планетарный К-индекс. Если он выше 5, да, считается, что началась магнитная буря. Ну, желтый – это 4, да, это еще нет. Вот. И что еще важно иметь в виду, да? На самом деле, по большей части магнитные бури и рост потока протонов, проток электронов выражает не нам с вами в основном, а либо космическим аппаратам, либо энергетической инфраструктуре. Бывали случаи, когда во время сильных магнитных бурь сильно очень перегружались электрические сети. И в некоторых случаях, когда у вас вообще нагрузка высокая, например, летом, может выходить из строя энергетическая инфраструктура. Может быть, блэкаут, грубо говоря. Так, это мы говорим про источники данных. Есть другие источники данных, например, про астероиды. Вот это Solar System Dynamics. Это сайт американской лаборатории реактивного движения, где фактически вся информация об астероидах. То есть, опять же, когда вы читаете где-нибудь в СМИ информацию о том, что мимо Земли пролетает какой-то страшный астероид, сейчас врежется, имеет смысл зайти на этот сайт и посмотреть, так ли он уж страшен. Не знаю, давайте что-нибудь такое можно попробовать посмотреть. Или можно, например, зайти на сайт о том же самом, об астероидах, сближающихся Землей. Вот это расписание. Какие астероиды и когда пролетают рядом с Землей? Предстоящие. Вот буквально 15 марта – это когда у нас? Сегодня, да? Ага. Вот 15 марта на расстоянии одной десятой от Земли пролетает вот этот астероид. Может, уже пролетел. Можно посмотреть. Так. Так. Тут это на самом деле система, которая работает еще на Яве, на Джаве. Поэтому все это может подвисать. Здесь вот внизу, да, это характеристики орбиты. А снизу можно посмотреть, насколько действительно далеко или близко он пролетает. 15 марта. 3.05-3.06 по Гринвичу. Это сегодня, значит, получается ночью, да, ранним утром. Он пролетел мимо Земли. Это дистанция в астрономических единицах. То есть, в средних расстояниях между Землей и Солнцем. Зачем я вообще все это показываю? Не для того, чтобы вы эти сайты выучили и начали им пользоваться. А для того, чтобы вы знали, что во многих случаях информацию о каких-то вещах можно найти вот на таких источниках данных. Я не знаю, например, вполне себе выкладывается в интернет данные о состоянии Большого Дронового Коллайдера. Просто покажу скриншот с такого монитора. Вот он. Это как раз он вполне себе работает. Здесь данные осветимости. Это энергия. Почти 7 гигаэлектронов вольт на пучок и так далее. Но сейчас, на самом деле, у нас большой дронный коллайдер почти не ломается. Поэтому особенно за ним следить не надо. Но нужно иметь в виду, что даже у многих российских телескопов, у многих российских научных установок есть такие страницы. Их всегда имеет смысл искать. Когда, например, вы захотите написать статью, скажем, о работе физиков в объединенном институте этого исследования в Дубне. Можно зайти на их сайт и посмотреть, а включены ли в них ускорители. А какой эксперимент там проводится. И это все в прямом эфире посмотрели. Здесь в углу сайт с информацией об экзопланетах. Думаю, это тоже не создаст никаких проблем. Понятно, зачем это. Так. Сейчас я вернусь назад. Про препрямь-то что такое мы с вами говорили, да? И немножко слов о том, что такое другие СМИ. Часто приходится заниматься как бы таким обратным инжинирингом. То есть заниматься восстановлением последовательности событий. Ну, грубо говоря, да? Вы читаете, например, о том, что на Марсе найдена база инопланетян. Я сталкиваюсь с такой ситуацией. Считали когда-нибудь в СМИ? Я просто хочу проиллюстрировать похожую историю, которая происходила в нашем случае. Вот есть. Так, а что надо сделать? Ага. Это наш всеми любимый сайт Комсомольской правды и всеми любимый начальник научного отдела Комсомольской правды Владимир Логовский. Да, наверное, Логовский. Ну, заголовок понятный. И вот он нам рассказывает о том, что на Марсе уже создана станция инопланетян. Мы посмотрим. Так, а звука нет, да? Я так понимаю. Вот, можно посмотреть. Это некий астроном на диване по имени Дэвид Мартинес. Что он делает? Он ходит по карте Марса, по снимкам Марса, которые выложил на сайт Добрый Гугл. И обнаруживает там разного рода артефакты. Вот это, например. Как вы думаете, на что это похоже? Для марсохода его. Что это? Марсоход. Нет. Для марсохода он великоват, на самом деле, я думаю. Ну и для инноваций. Вот у нас. Сейчас я другую ссылку просто открою. Про эту же историю. В 2011 году про это написал даже... Ну, не даже, наверное, да? Не только Владимир Логовский, да? Но еще, например, сайт издания Fox News. Вот. Вот, сообщает, да, что калифорнийский астроном в кресле заявляет, что изображение на... Снимки поверхности Красной планеты может быть свидетельством жизни. И даже НАСА пока не знает, нашел ли он что-нибудь, да? Вот. Он рассказывает о том, что он загрузил это все. Говорит, что это объект такой-то длины, такой-то ширины. И он назвал ее биостанцией Альфа. Вот. И он подозревает, что это может быть не инопланетяне, это может быть секретная база НАСА, которая на самом деле до Марса уже долетела, а это всех все скрывает. Ну, просто я скажу пару слов, да, о том, что это была за ситуация. Вы представляете, да, что эта история заполнила собой весь Яндекс практически, да? То есть там было, если кто-то знает, да, там организуются сюжеты такие автоматические, да, на странице Ньюс Яндекс.Роу. И там, по-моему, около сотни было перепечаток этой истории. Со ссылками, без ссылок, с картинками, без картинок и так далее. К счастью, товарищ, который все это делал, написал координаты, где все это было. Сейчас я достану просто YouTube. Сейчас посмотрим, запустится. Вот это он, собственно, снимает на камеру свой Google Mars и рассказывает, что он обнаружен. Так, и он написал координаты. Вот они. По этим координатам можно найти эту точку на Google Земле, где там есть карты Луны, карты Земли, карты Марса в том числе. А что самое интересное, когда вы туда заходите, там внизу строчки указывается, откуда взяты те или иные снимки у спутниковых. Что мы сделали? Мы выяснили, что это изображение, это биостанция Альфа, находится на снимках, сделанных с европейского зонда Mars Express. Ну, мы написали владельцам этого самого Mars Express по электронной почте, и нам ответили, буквально прошло, наверное, часов пять, мы получили, во-первых, ответ, что это такое, а во-вторых, мы получили снимок, оригинальный, исходный снимок, который должен быть на этом месте. Ну, я сейчас вам его покажу. Здесь у нас загрузится, конечно. Так. Ну. Так. А не будем показывать, да, вообще? Так. А, вот. Видно, да? Вот это, это самая биостанция Альфа. Что это такое, как вы думаете? В космосе есть частицы, которые попадают на матрицы, и не нуждаются от них. Совершенно верно. Это беды пикселей. Когда Google Земля перерабатывает снимки, получаются вот такие вот странные конструкции. А почему эта история? Потому что, когда появляются вот такого рода вещи, приходится на них реагировать. То есть, когда у вас весь Яндекс забит историей про то, что там к Земле направляются корабли пришельцев, или что на Марсе найдена база инопланетян, это игнорировать не надо. То есть, нельзя сказать себе, это все фигня, мы про это писать не будем. Нужно про это написать, ну, написать правду. То есть, то, что есть на самом деле. Потому что вы таким образом не уступаете конкурентам потенциальным информационный поток, вы получаете свою дозу трафика, да, и в то же самое время даете совершенно корректную, совершенно правильную информацию. Ну, похожая история. Можно, например, еще более смешная история, чем эта. была с гигантским кислотным облаком, которое скоро накроет Землю. Вот. Текст видно? Это вообще смешная история, потому что видно, да, что даже РБК Дейли перепечатывал эту историю. Это, вроде бы, серьезные здания, да. Вот. Видно, да, что буквально, когда это было, в 13-м году, да, соответственно, через год кислотное облако, выброшенное черной дырой в центре галактики, уничтожит Землю. Все отлично. Проблема была только в том, что никакого астрофизика Альберта Шервинского путем поиска, долгого поиска в архиве, путем долгого поиска в гугле, удойти вообще не удалось. Ну, понимаете, да, астрофизика, у которого нет ни одной публикации, которая лежит в архиве, вообще вряд ли вообще существует. Да? То же самое, что мы сделали. Мы попросили эту историю прокомментировать ученого из Института имени Штернберга Астрономического, который нам радостно сообщил, что эта история ходит по интернету с 2005 года. И впервые опубликована на сайте, сейчас я найду название, где она, эта история. Вот. Weekly World News. Что это за сайт? Это сайт, где публикуются разного рода выдуманные новости. Ну, кто знает, наверное, есть такой сайт. Господи, я произнес по-английски. Onion, Anayne, где публикуются выдуманные сатирические новости. В России был такой сайт Fog News, например. А поскольку это все написано по-английски, местные российские журналисты часто это воспринимают как авторитетный источник. И продолжают это все перепечатывать. То есть в 2000... В каком году это все было? В 2013 году перепечатывают историю, которая впервые появилась еще в 2005. Если вы будете работать, да, в интернет-издании каком-то, будьте готовы к тому, что рано или поздно вот такого рода сенсационная информация будет снова и снова всплывать. Ничего в этом странного нет, да? Где-то кто-то напечатал, да? У нас, поскольку интернет-СМИ очень дешевая, редакторы там работают неразборчивые, главное, чтобы был трафик, да? А что там написано, в общем, дело десятое. Поэтому, возможно, вполне, что это все будет всплывать еще не один раз. Эта история. Ну и тоже удивительная история про то, как космические корабли бороздили просторы Вселенной. Сейчас мы забыли их. Так. Да, ну, я понимаю. Самая главная информация с самым крупным шрифтом. Да. Вот, посмотрите на эти картинки. Это гигантские космические корабли, которые двигаются в Земле со страшной скоростью и через некоторое время уничтожат Землю. Предлагал всем убедиться, что это так и есть. НАСА... Один такой довольно частый мотив, что НАСА не хочет. НАСА скрывается. НАСА – это такая организация, которая, во-первых, все знает. Если вы где-то встретите ссылку, да, там ученые НАСА заявляют, это нужно проверить десять раз, потому что, возможно, что это не ученые, и не НАСА, и не заявляют. Соответственно, и здесь, да, что НАСА это знает, но обнародовать не хочет, чтобы не было паники. Что это такое? Это действительно снимки космические, сделанные из телескопов, но сделанные примерно 40 лет назад, до того момента, когда эта информация появилась. Это отсканированные фотопластинки, которые были повешены на сайт, и доказательствами того, что это в глазуке является цвет. Дело в том, что на старых, старая технология требовала, чтобы сначала мы снимали синий диапазон, потом на другой фотопластинке снимали красный и так далее. Получается, все это потом складывается вместе. Соответственно, если у вас какой-то ангел присутствует только на синей фотопластинке, это означает всего-навсего брак, эмульсии на фотопластинке. Соответственно, эта информация, которая здесь перепечатана на русском языке, впервые появилась на таком же сайте выдуманных новостей, который называется BeFuItNews. То есть новости там, до того, как это станет новостями. И, соответственно, это все точно так же расходилось по российскому интернету, много раз повторялось и так далее. В том, что ничего общего с реальностью это вообще не имеет. Если вернуться с самого начала, я рассказывал про то, что бывает soft news и hard news. Так вот, почему положение вот этого soft news очень невыгоршено для новостей науки? Потому что качество и контроль за содержанием таких новостей очень сильно ослаблены. То есть, грубо говоря, РБК Дейли не может написать, что Путин гриб, а про то, что в Земле движется гигантское кислотное облако, может. Притом это утверждение примерно эквивалентное по степени достоверности. Вот о чем я хочу сказать. Так, это про то, как заниматься реверс-энжинирингом. То есть, попыткой найти источники информации, которая сейчас уже пошла в интернет во всю сторону, а вы не знаете, откуда она взялась, откуда взялись там какие-то новости со ссылкой на британских ученых и так далее. И в заключении, наверное, сколько у нас времени, несколько секретных профессиональных инструментов. Картинку эту знаете? Поднимите руку, кто это увидел раньше. Никто. Отлично. Никому не рассказывайте. Так, сейчас я немножечко это все убавлю. Итак, быть научным журналистом в России, на самом деле, очень просто. С одной стороны. Потому что можно писать новости постоянно ровно так же, как это делают западные журналисты. Потому что существует конвейер поставки информации науки Запада, соответственно, в интернет. Западная наука практически вся находится на этом сайте. Надо нажать просто на кнопку новости. Так. Вот на эту кнопку. И здесь у вас появляются ссылки на пресс-релизы всех ведущих мировых научных организаций. Что это такое? То есть вы заходите. Это информация, которая внежурналистка. Это информация, которая подготовлена научным пиарщикам, пресс-службам. Вы туда заходите. Что вы получаете? Здесь у нас написано, откуда это. информация информация от университета Вашингтона. Университета штата Вашингтон, который находится на Тихоокеанском побережье. И дальше идет текст. Вот новые технологические разработки. Видео сначала повесили. Это пресс-релиз, собственно говоря, официальная информация оттуда. А снизу контакты. То есть если вы захотите написать новость про новые часы с использованием ультразвука, вы, во-первых, можете использовать этот текст, вы можете использовать это видео, а главное, если вам приспичат, вы можете позвонить вот этой Дженнифер Лангстон и задать ей какие-то вопросы. Никаких проблем вообще абсолютно. То есть каждый день приходите на работу, открываете вот эту новость, для этого лента новостей и просто смотрите, что сегодня вы хотите написать. Можно написать про мозг, например, да? Или это не про мозг? Не вижу. Про редкие растения и так далее. Но это еще не все. если вы сделаете вот так, а потом вот так, вы получаете доступ ко всем названным вот здесь научным журналам. вот, например, журнал Science. Что это такое? Это выложенное специально для журналистов статьи с пояснениями. Причем посмотрите на дату. Какое сегодня число? 15. Какое? 15. 15. Это статьи номера, которые выходят послезавтра. видите, слово написано Information и Embargoid и так далее. Вы заходите на этот сайт, тем самым вы даете обязательство ничего не говорить про эти научные результаты до истечения срока Embargo. что мы получаем внутри? Ну, во-первых, полный текст статей. Сейчас загрузите, я думаю. вот здесь по-прежнему видите, написано тоже до какого числа Embargo. Так, интересно. Во-вторых, доступ к дополнительным материалам. Дальше, здесь можно узнать, что на сайте Science будет опубликована новостная заметка про эту историю и контакты. Вот этот знаменитый Сванте-Пааба, который занимался исследованием Денисовского человека. Слышали, наверное, да? Это, собственно, очередная статья, которая посвящена генетическим связям современных меланинзийцев и этого самого Денисовского человека. Следующая статья. Здесь мы получаем, кроме самого текста, еще пресс-релиз. Вот он. То есть вы можете прочитать пресс-релиз, если вы знаете английский. Если в пресс-релизе нет каких-то деталей, которые вам нужны, вы можете пойти заглянуть статью и в тяжелом случае вы можете позвонить по контактам, которые там указаны, и задать вопросы. Дальше, никаких проблем с тем, чтобы получить иллюстративный материал. Нет. Вот у вас есть фотография, про которую написано, что ее можно использовать без всяких ограничений. В данном случае. снизу, специально для удобства российских журналистов, есть список, в котором указано, какая статья в этом номере написана автором из России. Вот она, номер 16. Давайте посмотрим, кто ее написал. автор из института кристаллографии имени Шубникова у нас тут есть, институт ядерных исследований в Троицке, Курчатовский институт, редкая птица, институт органно-элементных соединений какой-то. Отлично? У вас есть отличная возможность написать российскую науку таким образом. Благодаря тому, что существует очень добрая ассоциация содействия развития науки, которая открывает доступ ко всем текстам журнала Science даже раньше, чем этот журнал выйдет. Таким образом, мы узнаем о том, как развивается российская наука. Нет Курчатовского института, не от института кристаллографии имени Шубникова, а от добрых американских коллег. Так, как мне вернуться назад? Так, сейчас я... Так, 16-я статья, да? Но, к сожалению, здесь никто не озадачился вопросом написать пресс-релиз про эту историю, а то было бы совсем замечательно. Так, если вернуться еще назад, здесь кроме журнала Science есть, например, журнал Lancet, самый, на самом деле, авторитетный медицинский журнал. Есть журнал PNAS, про который я говорил. Здесь все немножко сложнее. Можно тоже посмотреть, например, что в этом номере журнала написано в России. Вот. У нас есть отличная история про тираннозавров, найденных в Узбекистане и об изменениях на взгляд эволюции этих существ. У нас тут есть Александр Аверьянов из Петербургского государственного университета и зоологического института РАН. Опять-таки спасибо доброй ассоциации содействия науки. Что важно, да, эта система, эта база данных доступна любым журналистам, которые, в принципе, хотят на нее претендовать. если у вас есть какие-то креденшиумы, то есть, если у вас есть пресс-карта, если у вас есть какой-то главный редактор, который подпишется под просьбой предоставить вам доступ, вы его можете получить. Я думаю, что даже запроса со стороны газеты Казанский университет будет вполне достаточно. Так, еще один секретный сайт, никому не рассказывайте. Так, опа, что такое. Нет, что-то меня не пускают. Окей. Что про этот сайт нужно узнать? Сейчас я немножечко убавлю. это пресс-сайт Nature Publishing Growth, где точно так же, как в предыдущем случае, выкладывается полный текст на общую статью. Заранее. Примерно замените до того, как они выйдут. Почему вообще нужно, да? Тут нужно знать вот это слово, да, эмбарго. Кто-нибудь его слышал раньше вообще? Да, в экономике. Что-что? В экономике. В экономике. В журналистике это означает запрет на публикацию до определенного момента. В политике очень часто, в политических, во всяких вещах бывает, что всякие разные государственные органы, в основном американские, могут рассылать, например, новогоднее выступление Путина. То есть, ну, буквально, да, берет пресс-служба, текст, рассылают его по всем СМИ и со всех берет обязательство не публиковать его до момента произнесения. То есть, для того, как это новогоднее выступление прослучит в эфире. Как вариант. Да? Какие-то заявления, которые нужно раздать заранее, чтобы журналисты могли их немножечко переварить, чтобы журналисты могли подумать, взять каких-то экспертов, да, и потом уже, когда есть еще срок эмбарго, могли все дать спокойно. В случае с наукой это очень распространенная практика, потому что сами научные статьи достаточно сложны для понимания, и пресс-релизы бывают очень сложны для понимания. Поэтому нужно дать журналистам какую-то форум, чтобы они не в тот момент, когда они это прочитали на сайте, да, тут же бросились писать, вернулись в конкуренты, а чтобы они все, оказывались, во-первых, немножко в равных условиях, могли в определенный момент найти экспертов, собрать материал, подобрать бэкграунд, а потом уже спокойно все это выпустить. А в случае с Россией это очень неудобно, потому что все вот эти источники западные, они устанавливают эмбарго примерно на 2 часа дня по времени США, по времени восточного побережья США. В нашем случае это примерно в 9 вечера. То есть, ну, в нашей ситуации мы часто сталкиваемся с тем, что у нас примерно в 9, в 10 вечера выходило, ну, скажем, там 6 одновременно научных новостей. И бывали ситуации, что какие-то интернет-издания, которые те же самые новости выставляли на сайт, скажем, в 8 утра, в 9 утра, оказывались, собирали лучшую цельную, чем мы, которые сделали это формально раньше. Ну, там, это еще связано с тем, как работают Яндекс.Новости. Но, тем не менее, надо иметь в виду, что есть возможность получить такой доступ. Есть другие, более экзотические системы. Ну, есть, например, европейский похожий сервис, который называется Альфа-Галилео. Тут тоже можно залогениться. Интересно, получится. Да. О, получилось. Посмотрите, здесь тоже есть материалы под эмбарго. Тоже есть пресс-релизы, немножко другие. Ссылки на полные тексты статей. Ну, немного труба, конечно, немножко пониже и дым пожиже, потому что это европейские исследователи. Зато здесь можно, например, найти информацию на немецком языке, на испанском языке. Есть работающие по похожему принципу национальные такие же штуки, национальные агрегаторы, что ли, новостей. есть, например, испанская сейчас я попробую посмотрю, правильно я помню адрес. Испанский сервис. Кто знает испанский? Отлично. Записывайте адрес. Здесь точно та же информация, но про испанских ученых. Вот, например, про то, как полетел вчера у нас экзомарс, потому что испанцы участвуют в этом проекте. Можно посмотреть, как это было. То есть, каков механизм? Институты, заинтересованные в том, чтобы про них писала пресса, делают пресс-релизы. Если их выкладывать просто у себя на сайте, их никто никогда не найдет. Ну, часто ли вы заходите на сайт института Макса Фланга? Только в том случае, если вы прям целенаправленно про него пишите. А когда все эти истории оказываются в одном месте, практически не существует проблем в том, чтобы выбрать наиболее интересные вещи всего этого массива информации. А во-вторых, не нужно заморачиваться тем, чтобы ставить себе множество разных систем уведомлений о том, где какой сайт обновился и куда надо дойти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok